Добрый день! С вами Мир Конфу. Мир Конфу — это мир здоровья, потому что Конфу переводится «работа и время». Время, посвященное работе над своим телом, дыханием и сознанием. Сегодня у нас урок посвящен концентрации внимания на внутренние органы. Каждые внутренние органы у нас связаны с каким-то элементом. Дерево — это печень. Печень символизирует стиль леопарда. Легкие — это металл. Они символизируют стиль тигра. Огонь — это сердце, и он символизирует стиль журавля. Почки — это вода, и они символизируют стиль дракона. Селезенка — это земля, символизирующая стиль змеи. Как вы видите, пять органов инь соответствуют пяти стилям животных. Соответственно, мы можем, концентрируя внимание на внутренних органах, представлять этих животных. Но мы не просто концентрируем внимание на внутренних органах, мы им улыбаемся. То есть, например, концентрируя внимание на печени, вы представляете леопарда, которого видите в джунглях, и вы ему улыбаетесь. А он, соответственно, улыбается вам. Стиль кунг-фу пяти животных соответствует именно технике подражательных видов. То есть, мы двигаемся, подражая стилю тигр, змея, журава, леопард, дракон, тем самым оздоравливая почки, печень, желудок, сердце. Это очень простое задание, но оно позволяет, концентрируя внимание на внутренних органах, перезагрузить ваше сознание. Это говорит о том, что во время удерживания внимания на внутренних органах ваше тело отдыхает. В кунг-фу пяти животных мы двигаемся, прыгаем, скачем, делаем подражательные движения, задействуя тело и дыхание. А в медитациях мы действуем дыхание и сознание. Сознание используем в виде образных видений, представляя данных животных. Работая с сознанием, мы концентрируем свое внимание на этих органах, представляя их животными. Но самое важное и ключевым моментом, которым является, то, что вы во время этой практики, желательно сидя, можно на стуле, на диване, на любом комфортном месте, концентрируете дополнительно свое внимание на дыхании. Мы пытаемся оценить, это дыхание у нас иньское или янское. Вторая характеристика, есть ли там паузы или дыхание связанное. И если есть паузы, в каком месте. Все это позволяет сделать диагностику внутренним органов и таким образом понимать, какое следует выполнять в дальнейшем упражнение для оздоровления. Человек может иметь блоки телесные, блоки дыхательные и блоки сознания. Все три вида блоков необходимо убрать, используя гимнастики. Тело, дыхание, сознание – это то, на чем должны работать люди практически ежедневно. Каждый день мы спим, кушаем, перемещаемся, общаемся. Каждый день делаем гимнастику для тела, дыхания, сознания, уделяя 30-40 минут. С вами Мир Конфу, Мир Здоровья. До новых встреч на наших...